Господи помилуй! Я сейчас к иконом проложуся. Господи, Янкель Сильпатеча, Господи, моли Бога о нас. Просвятая Богородие, с молитвами почиствуется Матерью. Господи, помилуй! Я виходу в коридор, стоїть мужчина, у кирзовых чоботях, в робочих формах робочих. Незавидный мужчина. Я прошел сюда, когда мне кто-то сказал, что это наш батюшка. Он все-таки приехал. Духовно закаляет, направляет в жизни и, как бы сказать, даже исцеляет людей. Правильные советы даёт, не даёт впадать в вичай. Но у него есть такой талант. Он замечает у людей такие духовные недостатки. И когда он их замечает, он старается их как-то укоренять. В 1994 году до нас прислали батюшку Анатолия, отец Анатолий. Был тогда еще молодой, энергичный, амбицийный, хороший. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отец Анатолий? Добрый день. Здравствуйте. Благословитель. Благословитель. Терпение Христа ради. А что Христа ради не знаете? Это, что терпят все, кроме православных. Все они Христа ради. Христа ради. Бог терпел наобилёв. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я специально этот крест заказал в Печерской лавре. Это крест заказной. Такого креста не продают. Господь на деревянном кресту распяли. Крест – это как не украшение, а как награда. Награда дает Господь. Крест старинный, 50-х годов. Для меня подарил монах из Печерской лавры. Мне она нравится очень, потому что, например, она и теплая, и прохладная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите, куда нам ехать? Прямо-прямо, а потом там написано «Ярешки налево». Ярешка налево? Да-да. Ярешки налево. Вы утро молитвы читаете? Утренние и вечерние. Ну, смотри. Молитва слова. Вот смотри, молитва слова. У меня такой рабочий. Вот после Отца нашего есть такая молитва. «Воставшие сна, припадаемте, блажа, и ангельские песни во пьемте, сильно свят, 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 и сиборы. Слава отсутствия на секунду. Вот от дра, но от постели. И сна воздвиженная моя сила. Ум мой просвети сердце». Я вычитывал 30-ть руки и не видел. А это ты недавно увидел. Представляете? Чудеса. Я думаю, как это я раньше его не видел? Ум мой и сердце. Ум и сердце. Я начал задумываться. Я думаю, подожди. А что ж такое? А что раньше я их не видел? Я читал автоматически, но не замечал, что ум и сердце. Все идет через мысль. Мысль. Потом идет ум. А потом ум идет сердце. Да? И сердце остается. Сердце – это борцовский ковр. Доброе и зло здесь. Хорошо. А если у человека нет утром времени вычитать все эти утренние молитвы? Потому что это минут 15-20 времени. Именно вычитать. Понимаете? Что это? А, вот это на право церкви. Именно вычитать вы сказали. Если вы могли молиться, то вы правильно делали, а вы сказали вычитать. Мы не вычитываем. Слова в словах, все в словах. Вот это на право церкви. Все в словах. Вычитать. Не вычитываем, а молимся. Когда мы молимся, тогда мы Богу угождаем. Но когда мы вычитываем, мы не можем угодить Богу. Отец Анатолий, а можно проснуться утром, сказать слава Богу за все и помолиться своими словами, настроиться на сегодняшний день, но своими словами. А просить это дело такое, мы можем ошибаться, я могу ошибаться, все люди ошибаются. Только просьба, дай, 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 ехалки, дай. А покаяние не мало. А если уже спешим, так я вам покажу, как уже не спешить. Прославил внимательно, подумал, покаялся, а потом попросил. Вот тогда уже это свои слова, но свои слова Богу даны от сердца. Куда вы нас пригласили? Здесь жил, служил батюшка, лет 15, протерей Андрей. Дуже любвельный, хороший, простой батюшка, простой. Никогда же, вот я могу сердиться, он не сердится никогда. Даже когда достаешь, он улыбается и молчит. Меня он поражал своей простотой. Но сколько он скорбей перенес, у него брат больный. Сколько он себя перенес, что просто, я когда с ним вот это, я исповедовал, говорю, рассказываю, там, прошу у него, я просто поражаюсь. И вот он Господь дал, и мгновенно он заболел, и мгновенно умер. Язву, мгновенно, в одно время. Господи пошли причастия, мы причащались, общее причастие было. И я тогда задумывался, это сегодня ему 40 дней. 40 дней, у нас 40 дней, душа проходит временное мытарство и идет до Господа. И мы молитвой помогаем ему достичь грешин, которые Бог нам дал. Говорит, царство небесное, но царство небесное начинается на земле, в сердце. Я не опоздал? Мы задержали. Это наши барьцы, так и сам, как я. Это может ее тоже снимать. Потому что Николаевич из Николая, это монах. Ой. Ой, батюш, каждый ой, за каждый ой. 12 раз, Господи помилуй. Хорошо? Ну, пошли. Пошли сюда. Спасибо, Боже, люди, Твоя и по себе достояние Твоей. Будьте, сын, и уходи, спасибо, Боже, радость, 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 и радость, и радость, и радость, и радость, и радость. Попробуй, что работаем у брата нашего новопредставленного протерия Андрея. Христе, Боже, наше Демеславу, высылай себе ночами димостей. Мама, Своя Сына и Святому Духу. Мне батя сказал в детстве, говорит, хреб есть, вода есть. Ну, не, ну, будь всем доволен. Ну, трудись и молись. Два крыла. Птица за ним крылом полетит? Не полетит. Два крыла. Первое крыло – молись. Второе крыло – трудись. Господь всегда укрепляет священника. Если брать заботы любого священника, по парафии, по дому, в женатых священников, еще плюс есть своя семья, потому таких забот очень много. Но для священника, прежде всего, это духовная жизнь, жизнь в церкви, жизнь в церкви и жизнь для церкви. И потому все вращается вокруг Храма Божьего и вокруг Богослужения. Потому если приоритетом ставить именно Богослужение, Господь поможет и в других вопросах всегда успевать. Сегодня вечерняя, Олечка, если это, и Валя я приглашал. Если есть возможность, приди, завтра буду причащать. И тебя причащу вместе с Клавой. Это, в принципе, правильно для священника совмещать и приходское служение, и почерпать духовные силы в монастырях, особенно в Лавре. Это колыбель нашего православия. ПЕЧЕРСКИЕ Чего преподобные отцы Печерские? Чего они преподобные? Подобные, уподобились. Они прославляли Бога при жизни. А теперь Господь прославляет. Это Божья Матерь удел. Третий удел Божьей Матери. Четыре удела. Третий удел Пресвятой Борусы. Это Киев Печерская волна. Отец Анатолий, как Вы стали священником? Это вопрос тяжелый и легкий. В каком смысле тяжелый? Человек не может стать или что-то там этот, и не может отказаться от того, что ему Бог посылает. Есть милость Божия. Если человек в мире в этом не может себя найти, а Господь наш знает сердце, и промысел Божий, его понять невозможно. Вот я так сам думаю, что я стал священником. А потом думаю, наверное, я же не мог в мире покаяться. Ну я в мире покаяться. Вот жить, каяться. Господь говорит, я тебе сейчас поставлю священником, и может ты покаяться, что ты хоть будь священником, хоть тебя, когда ты стоишь у престола, таинство, приносишь Богу жертву, Бог принес тебя, ты молишься. И тут, может, ты начнешь сокрушаться о своем недостоинстве, что ты стоишь у престола, у святого престола. А на убитеса труса потопа огня меча нашествия и на племяннике междоусобной брани всякой смертоносной язвы Господу помолимся. Стать священником был возраст, это 40 лет. Было такое состояние, такое, но я заболел. Я болел так, что был при смерти. Меня пока лекарня, по этим всем, я тогда в Завкоме был депутатом, ну таким, ну такое, и болел. Была возможность в Санторизе. И в одно время я лежал в Борисполе в лекарне, 10 месяцев уже под капельницей, ничего не ел, только на одной глюкозе жил. И жене сказали, что я готовьтесь, а он, наверное, не выживет, готовьтесь его к этому. А мне тогда мысль пришла. Думаю, подожди. Я тогда не ходил в церковь, не молился, я крестикой не носил, я вообще неверующий человек был. Я в церковь не ходил. У меня матушка Западной Украины, теща туда, они верующие люди, они за меня молились и просили Господа, чтобы Господь послал мне милость. Но милость – это болезнь. И я так подумал, думаю, подожди, я умру, жизнь закончится, я ничего не сделал, ну ладно, а жена остается дома с детьми, дети маленькие, что она будет делать сама? И у меня так началась такая борьба. А потом, подожди, я же физрук, я же спортсмен. Потом думаю, одно, если поднимуся, а меня запретили подниматься и ходить. Я думаю, я выйду на ту иголку, да поднимуся. Поднялся, так прошел по палате туда-сюда, потом по коридору легонько, голова крутится. Я понял движение, самое важное – дыхание. Дыхание, потом думаю, вода и пища. И что интересно, когда я начал дышать, я почувствовал себя нормально. Я почувствовал шерсть, я встал, а потом в одно время я вважаю, что мужик в окно косит. Я вышел, у них никого нет, я вышел, он начал врач как побачиваю, там в обморок, ты что, я нормально себя чувствую. Короче, сюда меня выписали, это нормально. Я начал думать, что ж такое, что меня так Господь, когда врачи все тут меня хоронили, а тут я нормально. Поехал все-таки до себя на родину, до родителей, они бачут, что такое, что такое. Они говорят, там бабушка верующая, пиди до нее. И она мне сказала, ты в Киеве, поедь в Лавру и найди, до Пресвятой Богородицы помолись, а Матерь Божия тебя исцелит. Интересно. А это был конец 80-х годов, я думаю, где-то та Лавра. Я спрашиваю, в Киеве Лавра, никто не знает, где Лавра. Мы те времена, никто не знает, где Лавра. Я спрашиваю, где Лавра. А потом одна говорит, там он, бачишь, через Днепро, там вот окупала, то, наверное, Лавра. Она закрытая была. Ну, короче, я нашел ту Лавру. Лавру, ту Нгал. Я пришел туда, и только спускаясь, в 89-й год, по-моему, был, и там как раз Схи Архиакон Ларион, такой старец, прозорливый, он похоронен в Чаркасской области. Он в Крестовозыженскую церковь заводит меня, Крестовозыженскую, надближненько к ним. Я говорю, вот видишь, Боже, 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 да, вот она тебя исцелит. Я посмотрел, и мне открылась перегородка. Я начал дышать нормально. Прямо в этот момент? Прямо в этот момент, мгновенно. Я начал дышать. Я так... Надыхался, а тут начал дышать. Я понял, что дыхание находится в храме. Дышать, это мне Господь не дал дыхание, дышать все это, что, чтобы привести меня в храм. Человека не поведешь в храм, человек не перекрестит, а пока огромный гряна. А потом, когда я уже начал лучше быть, он мне говорит, когда я начал все 90-е годы, говорит, рукополагайся. Я говорю, как рукополагаться? Рукополагайся. В школе мне плохо дышать, задыхаюсь. Захожу в церковь, мне нормально. Я думаю, интересно. Ну, я так стал в храм ходить, а потом, когда Господь сподобил, меня рукоположили, я понял, что это Матерь Божия, Пресвятая... Мне так сейчас давит уже. Пресвятая Богородица, это мать из матерей, это Матерь Божия, которая ходит и шукает наши души, заблудшие, больные, скорбящие, чтобы помочь нам, помочь дышать, помочь в этом мире не потеряться, помочь в этом мире найти смысл, что ты тут живешь. Отец Анатолий, ну, а как так получилось, что вы оказались здесь, в этом селе? Когда меня рукоположили, было 29 храмов пустых. 29 храмов пустых где было? Киевской области. Храм именно выбирать. Я пришел до Владыки, Владыка дал мне список, говорит, выбирай себе храм, выбирай. Сейчас надо храмы строить, а то выбирай. Я почитал, лучше наш, а в конце, я, кажется, воля твоя на небесе, на земле, ткнул палец, список этот, и попал на это село, Лихмовка. Я попал туда, ну, Господь указывает. Я попал, ну, ты выбрал, что там, кажется, священники долго не держатся, месяц, два и все. Посмотрите, Валерия, это колодец, мы построили, когда я пришел сюда служить, в 95-м году, я сразу так подумал, церковь называется Рождество Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель крестил Господа. Где? В воде, в реке Ирдань, вода, а тут воды нету. Я пью по селу, шукаю воду, думаю, а что мне построить колодец делать? А как построить? Никого нету, людей нету, тогда не было, денег нету, ничего нету. 90-е годы, раскол, раздел, все такое, храмы пустые, 30 граммов пустые в Киевской области, храм стоит, никого нету, батюшек нету. И прихожу, я так мыслю, меня сразу, Господь благодатью Духа, как раз на Духа Святаго. У меня сразу мысль приходит, а что если выкопать колодец? А где? Я начал думать, хожу, молюсь, а потом так пришел, остановился, хатка, церква, мы ишли вот тут, на то место. И так пришел, вот как раз глава колгоспа, Иван Корневич, Иван Корневич, иди сюда, говорю, что такое? Вы же скажу, хозяин этого села, а я же скажу, хозяину церкви, меня Господь послал. Как вы думаете, тут колодець можно? Да, бочка, это было бы хорошо. У меня же нема ничего, треба помощь, какую помощь? Ну, треба щебень, вот, щебень, говорю, у Березані, вот, на цьому, на заводі, вот, говорю, я дам транспорт, вот, вы съездите, узнайте, вот, договориться там. Вот, он поехал, устрелся с начальством, раз мне рассказывали, вот, подарил им по иконке, вот, и они ему решили дать бесплатно щебень. Я ему дал транспорт, вот, наверное, привезли сюда кучу щебенев, вот, и начали, обрали место там. Есть молитва, где Святому Духу на копание колодца. Я открываю молебень, книжечку, и люди тут сколько пришли, там 10-20 человек, мы открываем и освещаем это место. И разом построили колодець, конечно, во главе с нашим честненьком. И водичка пошла, и вода пошла, и он говорит, батюшка, водичка невероятная, жила с востока. А восточные жилы, это восточные жилы, они, каждая, такие соль, лечебная. Так, вам достать водички? Это уже святая, она священная? Уже святая, а мы все время свящаем ее. Тем более, я каждое утро встаю, она святая вода у нас, постоянно святая. И мы так потихонечку, и мы так... Помочь вам? Да нет, 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 нет. Я когда беру сальшюта, я стараюсь ее сам делать. Опа. Опа. Чудеса. Не ищите чудес, идите сами. Это кто сказал такую цитату? Шансон, я послышал. Так что, Господи, помилуй, я говорю сюда, у меня дети в школе рядом, пробегают, водичку пить, я говорю, выхожу, дети перекрестились, прославили Бога, славу Отцу и Сыну, и Святому Духа. Господи, помилуй, они, Господи, благослови, и пьют. На кружку надевиться. Девиться в воду. Мокрая, главное. А чашка чистая? Та, зачем нам чистая? Главное, сердце чистое. Господь, посылает 1-2 человек, людей, чтобы церковь стояла. Церковь Божья. И посылает Божьих людей. А как Божьих? Божьи люди, это те, которые не только заповедь Божия, а стараются душой отдать. Я одну, когда-то, прихожанку посмотрел, телевизору показывал, хата ее подперта палками, а она церковь строится. Хаттерна, прихожанку посмотрела. Божьих령, и все вновь при демре, вот такая подпись, и вся твой, все вновь во имя. Главное, А мы часто ночью упиваемся, ночью гуляем. Молодежь, сегодня дано полностью это, и люди не беспокоятся. Дебилки, компьютеры, интернеты и гулянки. А при экзит-лобе, нема коли, церкви, нема коли. Идолы день и ночь смотрятся, а только до молитвы, нема коли, что ты прицепился, поп. Так что, родненьки, нам надо задуматься над нашей временной и святой жизнью. Потому что тут временное мучение, там вечное. Что хотите провести вечное мучение? Это дело каждого. Будь ласка, но нужно начинать каяться. Покаяние. Без покаяния никто не спасется. А покаяние кратко. Господи помилуй. Покаяние. Завжди он говорит то, что думает, то, что считает необходимым. Многие люди предлагали в Иерусалим съездить за их средства. Он говорит, что я в Иерусалим не поеду. Я когда в лагере находлюсь, для меня то Иерусалим и Афон, тут для меня все. У него нет ни машин, ни материальных благ, он до них и не стремится. Люди его очень уважают, любят. Но если бы не любили, то он бы так долго не работал. И с 1994 года, представьте себе, до этого времени. Он уже сейчас и борода сила, и сила, и молодой, красивый. И ничего, он сейчас тоже очень красивый у нас. Священник учит спасаться, но не спасает, а спасает Бог. Честнейшую Херувим и славнейшую, Без сравнения Серафим, без истления, Богослово родчую сущую, Богородицу тебя били чая.